Подъезд превратили в свалку жители дома на право бережья Красноярска. Горы пакетов с отходами люди бросают прямо у себя на лестничной площадке. Уборщица приходит и наводит порядок раз в неделю, но этого хватает только на пару дней. Недобросовестные соседи снова выбрасывают мусор под дверь своих комнат. Как с этим можно бороться, выяснял Евгений Назарчук. Я даже не знаю, как это вам сказать. Это вообще просто свинство уже конкретное. Иван рассказывает о своем подъезде дома на 26 бакинских комиссаров. Здесь все завалено мусором, который бросают недобросовестные соседи. Они выходят из своей комнаты и оставляют его на лестничной площадке. Пакеты с отходами здесь на каждом этаже. Вот так выглядит лестничная площадка на четвертом этаже. Высота гор с мусором здесь чуть ли не по пояс. Дополняет жуткую картину неприятный запах. Чтобы выйти из комнаты и пройти на улицу, приходится прикрывать нос. Здесь и дети же ходят. Они дышат этим, они себя и губят. То есть люди настолько пошли, что они о детях не думают. Ладно, то что о себе уже хотя бы о детях бы подумали. То есть они это все видят, они понимают, что... Ну, считают, что это нормально. Пакеты с мусором жильцы дома оставляют прямо у порога своих комнат. Вот этот, скорее всего, вынесен совсем недавно. Получается, люди гадят прямо там, где живут. Но, естественно, признаваться в содеянном никто не хочет. Скажите, зачем пакет вы с мусора в подъезде бросаете? Кто бросает? Ну, соседи говорят, вы. Я? Какие соседи сказали? Не вы? Нет, конечно. Вы что, я всегда выношу. Я не кидаю туда, ребята. Я не выкладываю там свалку. Я ставлю окос в дверь, потому что я иду его на улицу выношу. Потому что я его туда не выкидываю. Выносите сразу на улицу. Ну, буквально ночью постоял. Здравствуйте. Ну? Расскажите, пожалуйста, мусор кто бросает? Я без понятия поймать не могу. Страдают от гор мусора жители, которые ни в чем не виноваты. Они выносят отходы на мусорную площадку. Кстати, баки находятся не дальше, чем в 50 метрах от дома. Но, вероятно, многим лень туда идти. Они мусорят у себя под носом и бороться с этим очень трудно. Там единственный способ взаимодействия с такими соседями – диалог, попытки убеждения. Потому что любые другие методы воздействия правовые, они фактически не предусмотрены. То есть исключительно коллективно, сообществом, соседей так или иначе объясняют людям правила проживания совместного многоквартирного дома. Обслуживает дом управляющая компания ЖСК. Их уборщица раз в неделю приходит навести здесь порядок и отчитывается об этом в общедомовом чате. Вот так выглядел подъезд в начале прошлой недели. Пол буквально сверкает от чистоты. Бороться с недобросовестными людьми у жилищников просто нет прав. Поэтому уборщице приходится самой выносить чужие отходы, хотя могла бы этого и не делать. По данным на декабрь 2023 года, на балансе дома имеется дебиторская задолженность в размере более 700 тысяч рублей. Вынуждены признать, что, к сожалению, не все жители соблюдают правила по содержанию общедомового имущества. Оставляют мусорные пакеты и иной мусор на лестничных клетках, курят в подъездах, наносят рисунки на стены. Со своей стороны управляющая компания ЖСК обращается к жителям с просьбой. С уважением относиться к своим соседям, беречь общее имущество, тогда и результаты уборки будут сохраняться дольше. Наказать соседей, бросающих мусор, где попало, очень сложно. Полиция или, например, Роспотребнадзор не имеют таких рычагов влияния. Можно лишь обратиться к участковому, чтобы он провел профилактическую беседу. Но и после этого далеко не факт, что что-то изменится. А пока нормальные жильцы дома вынуждены утопать в мусоре в соседстве с теми, кто это все делает. Евгений Назарчук, Данил Дубенко, 7 канал.